Про возникнение и макшима забойства хлопчика рассказали на этом тэне российские СМИ. Журналисты у своем сюжете показали, мовляв, Жахар Москвы, яка Узибара, у вышеку, находится с сакавяка 2016 года. Да гэталью он жив с мать у Суполки. Яго лидера днями затрымали супрацовники Интерпола у болгарским Бургасе. И он, по слову российских полицейских, мог рассказать, куды зник Яша. Правооховники России были амаль упевнены, что возникнение хлопчика носило криминальный характер. Не сразумело, как так. По словам членов Суполки, они каждый день сдымали хлопчика и выкидывали ролики в Интернет. Сегодня 22 апреля 2017 года. Меня зовут Зимбров Яков Аманович. Нигеличина гэта пошук дзятя протягивался. По одной из версий, мальчик мог находиться на территории Беларуси. Поэтому они обратились с поручением о правовой помощи в Министерство внутренних дел Республики Беларусь. 7 июня мальчик был обнаружен могилевскими сыщиками на территории Могилевского района в сопровождении гражданина Российской Федерации. Состояние ребенка удовлетворительное. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. И в ближайшее время он будет передан родственникам. Зараз человека, який ехал с хлопчиком, затремали, а Яшу правооховники накировали у социальный притулок недалеко от Могилева. Яша Зиборов у вас находится? Да. Мы его можем увидеть? Увидеть вы можете, но не снимать. Документы о примещении его, о просьбе ОВД города Москвы в содействии в розыске. И наше направление, я имею ввиду, нашего могилевского района. Кажут, зараз хлопчик не учим не мая потребы. Яго привезли у притулок, помыли, апранули. Вот он с хвостиком, шапочки. Вот он, да. Хлопчик, кажут, педагоги развиты. У шесть год и он добра читая. Вот здесь его кроватка, да? Да. Он один спит здесь. Мальчик был только одет в маечку и штоники, даже без носочков. Это можно было бы сразу же отметить, как я отметила. Затем, когда его стали ложить спать, конечно, чувствовалось, что он не хотел, чтобы с него снимали одежду. То есть переодевали. Переодевали. То есть вот это психологически, конечно, у него дискомфорт есть. С чем он играет? Какие ему игрушки? Игрушки машинки, как и у каждого мальчика. Про сутки знаходжения у притулку хлопчик почао гулять, добра есть и спить. Маму вспоминает? Когда так очень-очень тонко стали говорить, хочешь ли ты домой, в принципе, он о родителях знает мало, как я понимаю. То есть их для него практически нет. По словам представников органов опеки, в ближайшие дни они передадут хлопчика своим московским коллегам. Наталья Ильинич, Віталья Алексеенко, Новинирегіона.